Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы пишите, у меня такая проблема, я почему-то панически боюсь мужчин, особенно тех, которые меня привлекают. Ну, смотрите, вы пишите, что боитесь мужчин по-нически, но не пишите о том, чего конкретно в них вы боитесь, то есть что конкретно вас пугает в них и как пугает вас то, что они привлекательны. Да, может быть ваша проблема и связана с детско-родительскими отношениями, в частности, отношениями с папой, вот, но идея в том, чтобы вам разобраться со своим собственным опытом, да, какой он у вас, ваш опыт, чтобы это был не чужой опыт, а именно опыт ваша собственная. Вот, соответственно, чего именно вы боитесь, чего конкретно вы боитесь, как усиливает страх, то есть мужчина вас привлекает. Вот, это очень важная направленность. Дальше, поэтому отношения меня с теми, кто меня выбирает сам, зачастую. Имеется ввиду, что вы не участвуете в формировании отношений, имеется ввиду, что вы просто принимаете ухаживание мужчин, при этом не отвечаете за то, нравится ли человек вам или нет. Это вы хотите сказать. Или может быть что-то и другое. Даже в общественных местах просто проходящий мужчина или по работе приводит меня в ужас. Со мной происходит что-то, я зажатся, не могу двигаться и мыслить нормально. В общем, как дура себя ведут. Ну, вообще, вообще, здесь вы себя несколько обесцениваете, как мне кажется, потому что вы не дура. И, ну, вас это волнует, вас это беспокоит, вас это парит, можно так сказать. И нужно поисследовать это. Нужно поисследовать эти, ну, моменты. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, крайне желательно, чтобы вы поисследовали, во-первых, почему вы всегда обесцениваете, а во-вторых, с чем связана ваша такая вот реакция. Потом 3 дня анализируем, какая я идиотка больна. Ну, здесь снова обесценивание, обесценивание, собственно, обесцениваете вы снова себя. То есть, это вот и есть, по факту, вероятно, вторичный выгод. То есть, когда человек, как сказал мой коллега, для чего-то, своего, делает, вот, какую-то вот такую деструктивную, достаточно модель. Ну, поведение. Вот. И, соответственно, здесь я бы обратил ваше внимание на что вам дает тот факт, что вы вы себя так обвиняете. Вот. И обесцениваете себя таким образом. Дальше. Так. Ну, я не могу с этим смириться и принять этот факт. Ну, вам и не нужно с этим мириться и принимать этот факт. Вам нужно с этим работать. Наверное, это детская драма. У меня отец садюга был и мальчики издевались на мной одно время. Ну, смотрите. Во-первых, связь, конечно, есть. Но опыт восприятия мужчин разный. По сравнению с тем, что было тогда, в детстве и тем, что сейчас происходит. Поэтому опыт вмещать в одну кучу, наверное, не стоит. Разница. Разница. Определённая разница всё же есть. Нужно только её увидеть. А вот тот факт, что отец был садюга, ну, это ещё нужно выяснить, кем он был. Вот. И что... Ну, кого он на себя представлял, да? Вот. Потому что... Так вы ему... Ну, по факту... Диагноз поставили. Вот. Это не лучшая история. Вот. Но... Важно другое. Важно то, как вы к себе относитесь в этом контексте. Именно к себе. Не к нему, а к себе. Как вы относитесь к себе. Как вы относитесь к себе в том же контексте издевательства, ну, мальчиков на два? То есть, вот. То есть, вот. Как вы видите себя. Как вы, ну, воспринимаете и относитесь к себе. Потому что... Потому что... Очень... Часто... Я не говорю, что... Всегда, но... Часто... Бывает... Такая история, что... Если... Отец ведёт себя садистически, вот. То... Ребёнок... Ребёнок чувствует себя... Ну, виноват. Ребёнок чувствует... Себя... Ну, виноват. Ребёнок чувствует... Себя... Достойным. Наказание... Да? Вот. И... Соответственно... Ведёт себя... Так... Как будто он в чём-то виноват. Вот. Что касается мальчиков, то здесь... Вполне вероятно... Пролонгация... Жертвенные модели... Поведение... Вот. И... Возможная попытка... Другой таким образом... Заслужить... К себе... Внимание. То есть... Другого способа... Вообще нет. Для вас. Возможно... Дальше... Неужели... Неужели... А... Так... Мне скоро 30... И что? Причём здесь возраст? Неужели... Так... Будет всю оставшуюся жизнь? Неужели... Ничего не сделать? Нет. Сделать, безусловно, можно. Вот. А... Психотерапия вам... Здесь... Поможет. Вот. Другое дело... Насколько вы к этой психотерапии готовы. Понимаете? Потому что... Ну вот... Вы говорите, что... Ну вы пишите там... В другом вопросе, что... Вам не подходит... Метод... А... Психотерапии... И... Вероятно... Есть... Определённые... Проблемы... С... Ну... С... Психологами... Тоже... Ну... Так что... Можете сделать... Можете... Я с психологами обсуждал... Пытался простить... Отца этих мальчишек... Но увы... Как было... Всё-таки... И... И... Ну... Во-первых... Что именно вы обсуждали... Получилось ли вас простить... И... А... Что ещё... Помимо прощения... Вы делали... Потому что одного прощения... Достаточно мало... Да... Так... Тут всё-таки... Ну... Восприятие себя... Не... Не совсем... Корректно... Скажем так... Вот... И... В этом... Направлении нужно... Двигаться... Вот... Так что... Я думаю... Я думаю... Примерно... Такой... Ответ... Вам... Можно... Дать... На этом... Всё... Надеюсь... Что... Помог... Вам... Желаю... Всего самого... Доброго... Удачи...